Как устроить цветной челлендж для кукол? Все розовое, синее и зеленое. Смотри в нашем новом видео. У нас есть кукла с длинными розовыми волосами. Идеальная пинг. Отрезок бархатной ленты подходящей ширины обжигаем по краю. Склеиваем, и топ готов. О-о-о! Для пинг нужна розовая обувь. У нас есть розовые сапожки. Примеряем накидку из блестящей розовой ткани. Из коктейльной трубочки делаем браслет. Крепим на руку пинг. Нитку бахромы повязываем вокруг шеи куколки, фиксируя бантом. Декоративный цветочек крепим на резинку для волос. У старой точилки-медведя удаляем лишние детали. Оставляем только пластиковый корпус. Розовым фоамираном заклеиваем отверстие от точилки. Две тонкие полоски фоамирана крепим на термоклей с тыльной стороны точилки, как лямки для рюкзака. Рюкзак-мишка готов! Из розовой ткани вырезаем круг. По краю клеим ленту с помпонами. И украшаем комнату пинг мягким ковриком. Розовую губку для мытья посуды превращаем в стильное кресло-мешок. Подбираем розовую бусину геометрической формы. Вставляем в отверстие декоративные цветы. Пинг, этот красивый розовый букет для тебя! Выбираем тонкую праздничную свечу розового цвета. Берем розовую квадратную бусину. От свечи отрезаем небольшую часть. Вставляем в бусину. Я в восторге от своего розового комода. Свечи и цветы – это так романтично! Пинг навела порядок. Люблю, когда вещи на своих местах. Выбираем одну из старых кукол и превращаем ее в зеленую модницу Гринити. Зеленая кофта у нас уже есть. Теперь нам нужна зеленая юбка. Берем отрезок стрейчевой ткани. Обводим контур для будущей юбки. Вырезаем, оставляя небольшой запас. Булавками крепим вырезанную деталь к ткани и по контуру вырезаем вторую деталь. Убираем булавки и сшиваем с боковой стороны. Выворачиваем на лицевую сторону. Зеленый бисер пришиваем ровной линией вдоль шва. Также сшиваем и украшаем бисером вторую сторону. Зеленая юбка-карандаш готова, но превращение еще не закончено. Для полного превращения Гринити волосы должны стать зелеными. Темно-зеленым фломастером красим пряди у лба. Светло-зеленым маркером окрашиваем оставшиеся волосы по всей длине. Из фоамирана вырезаем чокер. Приклеиваем на шею куклы. Декоративные лаймы крепим к ушам. И получаем модные серьги. Зеленые ботиночки уже готовы. Кукла превратилась в прекрасную зеленую модницу. Ей нужна зеленая комната. В комнату добавим ковер-траву. Зеленый фоамиран разрезаем на ровные тонкие полоски. Ножницами делаем равномерные надрезы бахрому. Наносим на основание полоски клей и скручиваем в рулон. Приклеиваем следующую полоску фоамирана, формируя круг. Ножницами придаем травинкам живую форму. Коврик-трава готова. Нам понадобится зеленое кресло. Белый мех не подходит. Зеленым маркером красим мех. Разглаживаем щеточкой. Мех стал зеленым, но этого еще недостаточно. На листе зеленого фоамирана обводим боковые части кресла и вырезаем по контуру. Приклеиваем вырезанные детали по бокам. Тонкими полосками фоамирана маскируем оставшиеся деревянные грани кресла. Из зеленой ткани вырезаем прямоугольный отрезок. Сшиваем в форме чехла. Выворачиваем на лицевую сторону. Заполняем синтепоном. Сшиваем по краю. Стежками формируем узор на подушечке. Меховые помпоны склеиваем в форме цветка. Получаем уникальную дизайнерскую подушечку. Как приятно отдохнуть в такой зеленой комнате! Добавим пару зеленых деталей. Берем бусину геометрической формы. Покрываем акриловой краской мятного цвета. Выбираем пластиковую зеленую веточку подходящего размера. Срезаем толстое основание. И вставляем веточку в бусину. С растением в горшке комната сразу стала уютнее. Чувствуй себя, как на зеленой лужайке! Из этой старой куклы с голубыми волосами выйдет идеальная третья участница. У нас нашлась целая коллекция голубых вещей. Выберем подходящие. Эта юбка сидит идеально! Шьем топ из синей стрейчевой ткани. Фиксируем ткань булавкой и отрезаем нужный отрезок. Сшиваем края. Выворачиваем на лицевую сторону. Топ готов! Спрячем линию на лбу под красивой лентой. Подбираем подходящую ленту. И повязываем, фиксируя волосы. Обрезаем, оставляя нужную длину. Обжигаем обрезанные края. Этот маленький подарок для тебя. Великолепные тапочки для летней прогулки. Делаем ровный срез с пробковой крышки. На нем обводим ступню куколки. И аккуратно вырезаем по контуру. Из синельной проволоки формируем дугу и закрепляем по краям пробки. Добавим голубую сумочку или изысканный веер. На самоклеющемся фоамиране циркулем чертим круг. Аккуратно вырезаем по контуру. На него от центра по кругу клеим помпоны разных оттенков синего и голубого. Стоит только подумать о прогулке, и питомец уже здесь. Песику Паппи нужен подходящий ошейник. На шею клеим миниатюрную пуговку. В фурнитурное колечко продеваем голубую ленту. Клеим ленту с колечком вокруг шеи. В колечко продеваем ленту-поводок. И наслаждаемся прогулкой на лужайке. На голубом фоамиране обводим коробочку от скрепок. Вырезаем по контуру. Убираем середину и надеваем фоамиран на коробочку. Отмеряем высоту коробочки. Вырезаем из фоамирана полоску соответствующей ширины. И обклеиваем коробочку сперва широкую часть. А затем узкую. Берем крышку голубого цвета от пустой баночки. Средством для снятия лака очищаем поверхность. Фиксируем ее поверх основы из коробочки от скрепок. Идеальный журнальный столик для голубой комнаты. Синевласка обожает гладить своего питомца Паппи. Время причесать шерстку. Берем старую зубную щетку. Нагреваем лезвие канцелярского ножа. И отрезаем нужную длину от щетки. Ножницами подрезаем длинные щетинки. Дизайнерским глиттерным скотчем украшаем щеточку. Песик Паппи в восторге. Для скатерти вырезаем одинаковые отрезки голубой и розовой ткани. Сшиваем. Выворачиваем на лицевую сторону. Праздничная скатерть готова. У Пинг сегодня праздник. Моя новая розовая комната восхитительна. Подружки должны увидеть ее как можно скорее. Для праздничной вечеринки все готово. Привет, Синевласка. Приглашаю тебя на вечеринку. И приводи своего чудесного песика Паппи. Специально для тебя я приготовила двухцветную скатерть. Розовый и голубой – наши любимые цвета. Пинг, твоя комната замечательная. Паппи, вкусная розовая косточка специально для тебя. Пинг, у тебя получилась идеальная вечеринка розового и голубого цветов. Невероятно. На прогулке Паппи совсем испачкался. Тщательно выкупаем и почистим шерстку щеточкой. Паппи любит принимать ванну. Он готов купаться бесконечно. Это очень чистоплотный песик. Паппи, осталось только вытереть тебя мягким полотенцем. Пинг, Синевласка и Гринити наслаждаются солнышком на зеленой лужайке. Девочки, это был захватывающий цветной челлендж. Мы обязательно должны повторить такой эксперимент еще раз. Кто из персонажей этого выпуска понравился тебе больше всего? Ставь лайк, подписывайся на канал Лалилу и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые увлекательные видео. Субтитры сделал DimaTorzok